книга открытым оком том 3 вопрос 1024 тема смерть может ли быть такое самоубийство которое было бы оправдана богом угодно богу отвечает игнатий тихонович лапкин бог дал священный дар жизни и право отнять его никому не перепору не припоручал исход 2013 не убивай это заповедь относится и к самоубийству в ветхом завете не осуждается самоубийство только в одном случае 2 маковейская 1446 совершенно уже истекая кровью он вырвал у себя внутренности и взяв их обеими руками бросил в толпу и моля господа жизни и духа опять дать ему жизни дыхания кончил таким образом жизнь во всех остальных случаях савимилехом саулом и ахитофелом и иудой вывод 1 они погубили себя для вечности судей 953 54 тогда одна женщина бросила обломок жирного на голову авимилеху и проломила ему череп авимилех тотчас призвал отрока оруженосца своего и сказал ему обнажи меч твой и умертви меня чтобы не сказали обо мне женщина убила его и пронзил его отрок его и он умер 1 царств 31 4 и сказал саул оруженосцу своему обнажи твой меч и закали меня им чтобы не пришли эти не обрезанные и не убили меня и не издевались надо мною но оруженосец не хотел ибо очень боялся тогда саул взял меч свой и пал на него 2 царств 17 23 и увидела хитофел что не исполнен совет его и оседлал осла и собрался и пошел в дом свой в город свой и сделал завещание дома своему и удавился и умер и был погребен в гробе отца своего 3 царств 16 18 когда увидел замри что город взят вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб мотфея 27 5 и бросив серебряники в храме он вышел пошел и удавился деяния 1 18 но иуда приобрел землю неправедную мздую и когда не зринулся расселась чрево его и выпали все внутренности его и это сделалось известно всем жителям иерусалима так что земля та на отечественном их наречии названа акелдама то есть земля крови в книге же псалмов написано да будет двор его пуст и да не будешь живущего в нем и достоинство его до приимет другой из житей святых известны случаи самоубийство но одни из них осуждаются а другие даже прославляются память 7 февраля парфений воскресил самоубийцу в притворе храма память 22 марта дроссида сама вошла в печь и сгорела и многие так делали к этому методу самосожжения прибегали многие старообрядцы после безумной реформы никона иногда сразу более тысячи человек подвергались самосожжению запирались в деревянном доме и когда царские посланники пытались их арестовать они сама сжигались память 15 мая пахоми в женском монастыре она послушница упрекнула другую что видела ее разговаривающие с портным не выдержав упрека она утопилась это же испугавшись повесилась пахоми наложил эпитемию на весь монастырь не причащаться семь лет память 22 июля мария магдалина пилат был сослан и закончила жизнь самоубийством память 12 августа фотий христиане с женами и с детьми сами шли в печи в печи восьмое октября память пелагия воины пришли взять ее она попросила разрешение переодеться но зашла на второй этаж и выбросилась в окно и разбилась насмерть и все это для того чтобы сохранить девство творение святого иоанна златоуста состоят из 12 томов вторая часть в некоторых томах озаглавлена спурия то есть творения приписываемые иоанну златоусту в этой части книги помещена проповедь на этот случай с пелагеей и он оправдывает ее память 30 октября зиновия сестра сама вошла в печь к мучимому брату согласно канонов церкви самоубийство является смертным грехом и всегда и только в случае если самоубийца был умопомешанным на за него разрешается молиться да правило тимофея вопрос 14 а таковом не подобает быть приношение ибо есть самоубийство посему священнослужитель непременно должен со всяким тщанием испытывать да не подпадет осуждению скажи строптивым малодушным коварно злым и непослушным что в неразумии своем меня слепцы лишь не находят и не идут прямым путем а ощупью в потемках бродят пророк напомни маловерным что я приду не лицемерным судом судить и будет течь река огня в тот день и будут их на цепях железный жечь напомни им да не забудут я петр полонский а а а а и Продолжение следует...